О том, чего ждать детям летом, расскажем прямо сейчас. Павел Ремнев сравнил результаты проверок детских лагерей в разных городах и выяснил, где в Сибири лучше летние оздоровительные учреждения. Лидером по количеству нарушений в детских лагерях стала Кемеровская область. Судя по цифре, 560 случаев за год прокуратура находила в каждом оздоровительном учреждении Кузбасса десятки нарушений. На втором месте Омск. Здесь ситуация лучше, но не намного. А вот Омск и Новосибирск отличаются от соседей, причем очень выгодно. Всего 200 из 155 случаев. Посмотрим более подробно на лидеров. В Кузбассе одних только административных дел возбуждено около сотни. Больше всего проблем с санитарной безопасностью. Много вопросов от пожарных инспекторов. Не было схем эвакуации, а запасные выходы были загорожены. Кроме того, в ходе проверки прокуроры обнаружили, что 14 работников не предоставили справку об отсутствии судимости. И оказалось, что трое из них в прошлом уголовнике. Омская область отстала от Кузбасса ненамного. В ходе проверки было вынесено 186 представлений. По большей части все они быстро были исполнены дирекциями лагерей. Но 30 исков все же направили в суды. И вот еще, чем Омску гордиться вряд ли стоит. Это единственная область, где в 2016 году в ходе проверок лагерей было возбуждено уголовное дело. Полицейские остановили на трассе автобус с детьми, ехавшими на отдых. Водитель оказался пьян. В Томске нарушений в 2,5 раза меньше. Три четверти в санитарной сфере. Для работы с детьми нанимали сотрудников, у которых не только не было флюорографии, но даже результатов обследований на кишечные инфекции. Прежде всего это касалось работников пищеблока. Вспышек заболеваний здесь не было. Но это скорее везение. Ведь по данным проверки, в подавляющем большинстве оздоровительных учреждений плохо мыли посуду и забывали проводить дезинфекцию кухонь. В Новосибирской области, несмотря на то, что лагерей здесь не меньше, чем в других регионах, дела обстоят лучше всего. Представлений вынесено, к примеру, более чем в 10 раз меньше, чем в Омске. За 2016 год возбудили всего 13 дел об административных правонарушениях в отношении директоров. Проверяющие нашли 15 нарушений также в сфере закупок продуктов питания. А вообще проблемы были больше связаны с дисциплиной и безопасностью. 9 подростков пытались сбежать домой, а 8 оздоровительных учреждений не имели систем видеонаблюдения.